Так, значит, 14 мая 2024 год. Про Харьков я уже, ну, четвертые сутки объяснять. То есть с Харьковым все будет в порядке, в мешок не возьмут, до Харькова россияне не найдут, не переживайте. Если вы гражданские, смотрите на карту Дипстейт. Простейший способ, делайте так. Открывайте deepstatemap.life Открывайте, там есть инструмент такое измерение расстояния, все. Вам ничего не надо знать, вам надо только мерить расстояние. От красной линии продвижения россиян до своего местоположения. Там есть такой инструмент прямо на сайте, в браузе. Если 20 км от вас до красной этой черты, то уже вам опасно. Собирайте чемоданы, на всякий случай. Это уже грады до вас могут долетать скоро. Если до вас 15 км, то это уже стволка до вас долетает. Это гораздо хуже, потому что прилетает и стволка, и грады. А стволки гораздо больше, чем грады, она активнее работает. А если до этого красной линии 7 км остается, тогда уже руки в ноги надо брать и куда-нибудь текать подальше. Потому что это уже до вас добивают минометы. А минометы это такая хрень, которая, ну, град там два раза за день выстрелит своими 40 пакетами, и все. А миномет может стоять где-то в окопчике и лупить, блин, целыми сутками. Бум-бум-бум-бум-бум. И так поразнести, блин, афиг, и кварталы 2 и 3. Понятно, да? Все. И вообще не хочу больше к этому возвращаться. Буду повторять для тех, кто впервые будет смотреть. Ну, в принципе, это простейший способ. Не парьтесь. Дайте военным делать свое дело. Россияне решили убиться лбом об Харьков, блин, на здоровье. По поводу, задолбали меня уже комментариями про то, что у нас там в Украине, песня Охилянд, это гимн. Про то, что у нас там кто-то сбегает, а нафига ты воюешь, блин, нафига, а нафига там, че вы... Я объясняю. Для меня это, чтобы было понятно, мое отношение к таким вещам. Мое отношение к таким вещам такое. Представьте себе просто, чтобы вы как гражданские это понимали, потому что, да, это более понятная будет ситуация. Я воспринимаю нападение на Украину страной, вот сейчас россияне-орки лезут на нас, да, там с севера на нас прут. Ой, с Саркастана-орки, блин, орда-орков. И это для меня все равно, что вот я живу в своей девятиэтажке там в подъезде. Это аналог такой, как будто с верхних этажей, с севера откуда-то, да, там Саркастан, это сверх из них этажей на нашу лестничную клетку начинает насовываться, как лава, говно, блин, понимаете, прорвавшая канализация, там, называйте, как хотите. Ну, что-то случилось, лезет туда, говно, с Рашкастана, понятно? Ну, и тут как бы варианты какие. Один у тебя сосед, он только запах учил, говно, блин, и все, его след простыл, он куда-то сбежал, никто не знает, где он шел. Второй сосед, да, вы таких, наверное, знаете, он говорит, для меня этот подъезд никогда ничего хорошего не делал в жизни, что я буду ради него стараться говно это убирать, да? Знаете таких, третий там какой-то сосед ваша говорит, а что, блин, я первый буду убирать это говнище, блин, нафиг, когда он есть там, я не знаю, что он рыжий, он будет там, есть там сын депутата, депутат, богатей там или еще кто-то, знаете ж таких, да? Потом у вас есть четвертый сосед, он говорит, а что это я буду, блин, нафиг, говно это с площадки убирать, когда у нас в подъезде там управдом, блин, нафиг, ворюха, блин, которого мы выбрали, ну, вот как-то у него связано, раз выбрали мы там ворюгу там этого, если он ворюга, то что это я буду убирать? Пятый говорит, а зачем я буду убирать свою лестничную площадку от говна ради управдома? Как у него это связано, я не знаю, ну, вот ему кажется, что если он убирает говно со своей лестничной клетки, это он делает не ради себя, а ради управдома, да? А шестой, что говорит сосед, шестой сосед говорит, не надо ничего тут убирать в этом подъезде, это говно, это давно все наши подъезды, квартиры проданы иностранной компанией Монсанто, все это без толку, не надо ничего убирать. Стричали с таким, да? А седьмой, что говорит? А седьмой говорит, а я не натренирован вообще, блин, нафиг, у меня навыков нету никак говно убирать. Пусть специально обученные люди этим занимаются. Восьмой говорит, а для меня, а с меня гораздо больше пользы будет, если я буду стоять и тут рассказывать, не убирать говно, а рассказывать, как плохо и страшно жить в говне, в подъезде, блин, какое-то говнистое говно. Гораздо больше меня пользы будет, чем я буду убирать говно, я лучше поговорю об этом. А девятый говорит, а я вообще живу там на первом этаже, до меня это говно пока дойдет, оно и не дойдет до меня, пока там засохнет, там где-то на середине пути. А десятый говорит, а мы до девяносто первого года в этом говне жили, нормально, все было классно, всем хорошо. Ну, как бы этот десятый вообще там не одупляется, что из-за того, что он там чисто случайно, у него ноздри из этого говна до девяносто первого года торчали, он живой остался. Это куча его там соплеменников, это говно поглотило. А что такое это говно поглотило? Смотрите, что я вижу в этой ситуации. Я вижу, что вот это все, никто ничего не делает, а говно ползет и ползет. И оно поглощает одного соседа, второго соседа, третьего и превращает их в говно. И лезешь вот уже в этом большей массе говно, то есть он ниже и ниже и ниже, понимаете? И потом он это говно на нижний этаж спустится и поглотит того, кто делал на первом году, блин, там нормально себя чувствовал, да? То есть его замотает, он эффект выжившего не понимает и пойдет по улицам. Что вы мне предлагаете делать? Ну, я не вижу для себя, там мой подъезд, моя квартира, там, ну, я не хочу, чтобы на лестнице было говно. И сколько я могу, столько я с этим борюсь. И нас таких довольно дохрена в Украине, слава тебе, Господи, в нашем подъезде. В нашем подъезде. Я вам серьезно говорю, полчаса назад на дежурстве со мной связался мой офицер еще там с 14-го года, в 92-й бригаде был, он сейчас в национальной гвардии служит. И он мне рассказывает про другого моего офицера, который тогда не был еще офицером, сейчас он потом стал в 14-м, 15-м году офицером. Ну, ему сейчас 62 года. Он говорит, приехал, и вот это, говорит, начали, начали мы с ним, приехал, уже кадровый, отдел кадров мы ломили, 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 ломили. Ну, ничего не получилось. Не получилось, ему в 62 года, блин, нафиг, устроиться в национальную гвардию, в том случае, в армию там, с национальной гвардии. Вот, понимаете, есть такие люди, и кому-то надо убирать это дерьмо, чтобы не превратилась наша страна в это дерьмо. Если будут люди, которые защищают эту страну, то будет отдельная страна, Украина. Ну, а не будет, много стран пропало, понимаете, это же в истории как бывает. Есть патриоты, есть иммунитет. А если в основном будут вот такие личности, которые до меня не дойдет, или мы в 91-м неплохо жили, все будет Украина, не пораимайтесь.